Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия вторника, традиционный эфир. Обсуждаем рынки фундаментально, технически, если есть какие-то интересные паттерны и если есть возможность сделать на них акцент. Также подсвечиваем позиционирование в виде психологии через рыночный сентимент, тоже если есть хорошие сигналы, чтобы было такое объективное представление о том, что на рынке происходит, потому что не нужно зацикливаться, наверное, на одном подходе анализа рынка, лучше смотреть на него с разных сторон, так формируются более качественные торговые решения. Ну что ж, у нас примечательно, что встреча буквально перед данными по инфляции в США, это очень важный показатель, может быть даже этот показатель превзойдет реакцию рынка на все другие события, поскольку инфляция, она напрямую определяет действия Федрезерва по монетарной политике, да, я понимаю, что заседание ФРС завтра и, по идее, именно это событие должно стать номер один в рамках недели. Но все-таки после выхода сегодняшних данных по инфляции мы приблизительно сможем понять, какой риторики будет придерживаться американский регулятор. Поэтому, наверное, заранее, друзья, уже сегодня можно сказать, что вам лучше готовиться к серьезной волатильности, и мы с Виталием традиционно вас призываем контролировать риски, риск-менеджмент, правила обязательно соблюдать, потому что это основные моменты, которые нужно использовать, прежде чем переходить вообще в трейдинг. Если вы не освоите все эти азы, я думаю, что трейдинг вряд ли будет эффективным и результативным. Виталий, ну, вопрос-то в целом, прежде чем перейти к торговым идеям. Ты как вообще рассчитываешь на всплеск волатильности и сегодняшнюю очень интересную торговую сессию в плане движения? Как реакция будет на данные? Да, заранее трудно предположить, но будет вообще эта реакция или опять как-то среднечко пройдет малозаметно для рынка? Что думаешь? Ну, я думаю, волатильность будет. Главное, чтобы пошло в мою сторону, да, куда я думаю. Какие данные по инфляции выйдут, я затрудняюсь сказать. Сильно не вникал. Конечно, они могут и выйти ниже, потому что, учитывая нефть, она, в принципе, за последнее время падает. Потом газ тоже хорошенько припал за последнее время. Оно идет против, конечно, моего мнения по рынку, так как я вижу еще возможное укрепление доллара там на этой неделе. Посмотрим, если не сломается картинка, возможно, все-таки какой-то пересмотр по инфляции будет и она выйдет не так ниже, как ожидается, да, там 3,1, а выйдет 3,2 там условно. Ну, на прежнем уровне, да. Да, да, потому что в прошлый раз она достаточно сильно упала, возможно, будет какой-то перерасчет и где-то она удивит. Как-то вот так. Так, ну ладно, давай тогда перейдем к демонстрации экрана. Как раз у меня индекс доллара и традиционно прокомментирую вообще, что ожидаю по этому активу, с учетом того, что мы в предвкушении данных по инфляции. Сегодня, друзья, в 13.30 по GMT статистика по индексу потребительских цен. Традиционно мы разбираем основной индекс потребительских цен. Как сказал Виталий, это тот показатель, на который влияет ситуация на рынке углеводородов. Поэтому, да, если рассуждать логически при той динамике на рынке нефти, которую мы наблюдали в последнем месяце, ну, можно предположить, что были условия для того, чтобы локально показатель снова скорректировался. Базовая инфляция – это уже показатель, который не учитывает цены на энергоносители, или продовольственные, на цены на продовольственные товары. Как бы более чистый, объективный, наверное, показатель тоже анализа инфляционной составляющей. Безусловно, сегодня рынок вряд ли спокойно реагирует на этот отчет, потому что очень много на рынке спекуляций относительно будущих действий американского регулятора. И понятное дело, что если рынок пытается прояснить для себя позицию регулятора дальше, ему нужна помощь в виде вот этих отчетов, которые тоже будут опираться, собственно, сам Федрезерв уже в ходе завтрашнего заседания. Оно, кстати, стопует сегодня, но итоги подводятся поздним вечером в среду. Текущая динамика индекса доллара. Котировки 103.88. Мы ниже 104 пунктов. Опять же, я пока что придерживаюсь сценария того, что у доллара больше шансов на развитие нисходящей динамики, потому что полагаю, что, да, скорее всего, индекс потребительских цен обновит новые многомесячные минимумы. Можем увидеть значение по инфляции 3.1 или даже 3%. Допускают даже, что могут быть сюрпризы по основному индексу потребительских цен, например, 2.9 или 2.8. Ну, по крайней мере, в последние месяцы мы привыкли к тому, что скачок может быть по этому показателю существенным. Соответственно, если снижение будет инфляции ниже 3%, то, да, тут, конечно же, тут же начнет пересматриваться вероятность снижения ставки в марте. Она начнет активно расти, и это надавит на позиции доллара, потому что следом будут снижаться доходности американских облигаций. По базовому индексу потребительских цен, да, думаю, что, скорее всего, показатель будет на прежнем уровне 4%. Хотя будет круто, ну, опять же, с позиции продавца долларов, если и по базовой инфляции тоже будет коррекция снижения показателей, потому что в этом случае давление на доллар будет еще более значительным. Ну, и в целом готовимся к заседанию Фидеризерова. То есть следующий наш с тобой эфир во вторник мы уже будем иметь на руках и данные по нонфармам, которые с пятницы тянутся, и отчет по инфляции, и решение Фидеризерова процентной ставки, и его планы, и будущие действия, которые, конечно же, Паул обязан просто озвучить на пресс-конференции после заседания в следу. Поэтому встреча в следующий вторник будет еще более интересна, но я полагаю, что к следующему вторнику мы с тобой подберемся на совершенно отличных уровнях от того, что мы видим сейчас, потому что очень мощная такая фундаментальная среда. Короче, по индексу доллара план максимум, который буду визуализировать в плане реализации, чтобы выполнить это снижение ниже 103 пунктов уже до конца этой недели. В отношении одинаковых инструментов я оптимист, в частности по британцу я жду возобновления роста и закрепление выше уровня 1,2670, даже в районе 1,27. Заседание Банк Англии в этот четверг ставку оставят на прежнем уровне, но важно, что после сегодняшних данных по инфляции, точнее по рынку труда, которые вышли буквально час назад, можно отметить, что темпы роста зарплаты ставятся на высоких значениях. В частности, с учетом бонусов и премий, динамика роста зарплат 7,2%, это ниже, чем прогнозировали эксперты 7,7%, но это все равно очень высокий показатель, который вносит свою лепту в показатели инфляции. То есть она остается высокая, мы это помним, и Банк Англии никак не может позволить себе даже сделать заявление о готовности пересмотреть политику, как делают многие центральные банки, формулировка, что если инфляция будет снижаться, то уместно будет отказаться от жесткой политики. Банк Англии пока таких комментариев не делает, видимо, осознает то, что в отличие от других центральных банков, ему придется дольше бороться с высокой инфляцией, и я полагаю, что в этих условиях у фунта может появиться чуть ли прямо не исключительное конкурентное преимущество в сравнении с другими английского инструментами, потому что Банк Англии точно начнет снижать подсветную ставку позже, чем это потенциально сделает Федрезерв. И ждем, в общем, заседание Банка Англии в четверг, настраиваемся на жесткую историку Бейли, главы Банка Англии, и сценарий роста, который я озвучил, он остается актуальным. И еще одна сделка по рынку нефти. Все очень хочется мне дальше зашортить нефтянку с целью 70 долларов за баррель. Собственно, я этого сценария пока и придерживаюсь. Локально мы видим коллекционную динамику, но думаю, что рынок очень быстро может оказаться в исходящем тренде и уйти к психологической поддержке 70 долларов. Сантимент, на который я делаю акцент и по бренду, и по WTI, сейчас указывает на то, что толпа находится в длинных позициях, что повышает вероятность движения против толпы. Ну, фундаментальный фон мы видим, что тотально рынком игнорируется. Я имею в виду события на Ближнем Востоке и все-таки решение страны ОПЕК+. А вот что касается дополнительных фундаментальных негативных, наверное, факторов, то здесь можно вспомнить последние данные по инфляции в Китае, дефляции, точнее, минус на 0,5%. Если снижается инфляция, да еще и в таком масштабе, как в Китае сейчас, то, конечно же, это следствие снижения потребительской активности. Логично предположить, что должна просесть в целом экономика, ну или, по крайней мере, утратить экономический импульс для роста. В эту пятницу будут данные по промышленному производству. Я не жду ничего хорошего по промпроизводству Китая. Промпроизводство – это индикатор спроса на углу и водорода. Поэтому рассчитываю, что эта статистика будет еще одним триггером для снижения котировок нефти. Но до пятницы, думаю, что при, опять же, развитии прежней тенденции, которая еще тянулась с конца прошлой недели, нефть может легко протестировать 75, только в этот раз уже успешно, и потенциально оказаться еще ниже. Вот на этих трех идеях я пока остановлюсь. Там уже будем смотреть, в зависимости от того, что произойдет с долларом. Так что, Виталий, я слово передаю тебе. Ну, по поводу игнорирования фундаментальных новостей по нефти, даже в общем, бывает такой поток новостей, что через каждый день какие-то новые новости, и о старых уже забывается. То есть, это во всем направлении, это не только финансовые рынки, это в общем, да, бывает. Ну, давайте пройдемся по тем моментам, которые мы в прошлый раз обсуждали. Там фондовый рынок, иена и валютный рынок по порядку. Так, S&P 500. По S&P 500 у меня была идея в последнее время зашертить его. Он пошел не по плану. Хотя я там даже на прошлой неделе пытался купить, но как-то потом вышел с покупок и начал шертить, и неудачно, и рынок не пошел. Я рассчитывал на фундамент, который, в общем, происходит не текущий, там, по инфляции, по снижению инфляции. Понятно, что, возможно, там, смягчение политики ФРС и так далее. Я смотрел на общие показатели экономики США, и они, скажем, там, по некоторым моментам, они находятся на таких исторических максимумах или минимумах, в зависимости, какой индикатор, смотреть, и указывают на ухудшение общеэкономического направления. Даже тот же, если логически рассматривать китайскую экономику, там все плохо, да, и логически там фондовый рынок падает, да, достаточно сильно в последнее время. А вот американский рынок, хотя он одна из самых лучших экономик на текущий момент, но я рассчитывал, что здесь будет снижение. Даже тот же факт германского индекса, там вообще все плохо, но он тоже показывает новые максимумы. Пока мне логически непонятно, но это рынок, все бывает. Поэтому посмотрим, возможно, ситуация сегодня на инфляции поменяется. Вот в зависимости, какие котировки смотреть, вот в Амаркетс, я не знаю точно, на какой индекс эти котировки ориентированы, но мы пока еще сегодня не обновили максимумы лета, это июль месяц, да. Если мы все-таки там осталось несколько пунктов не сможем обновить, то если там получим импульс вниз, хороший на инфляции, то дальше я буду там снова смотреть на продажи. Если там учитывать, вот я смотрел другие котировки, там и фьючерсы, мы уже обновили эти максимумы, поэтому ситуация очень сложная. Наблюдаю, зафиксировал убыток по индексу S&P 500, хотя максимумы мы еще не обновили, шансы есть, посмотрим. Перекроем, поглотим точнее вот это движение, которое было последние два дня, точнее три дня наверх, тогда вернусь к шортам, даже учитывая тот факт, что у нас в пятницу выходили данные по нонфармам, в принципе, я правильно себе видел картинку по валютному рынку, так как я работал на укрепление доллара в пятницу утром перед нонфармами, и в принципе индекс S&P 500 шортил, он локально отрабатывал, когда вышли новости, как бы все хорошо в экономике, как бы не будут понижать, возможно, снижать процентные ставки, но видим, реакция пошла обратная, поэтому здесь пока непонятно, жду. Дальше, что еще в прошлый раз я советовал на прошлой битве аналитиков, это доллар-иена, я говорил о шортах, по данному инструменту он мне был более понятный, и как раз на текущий момент, почему иена обвалилась, знаем, что Банк Японии, заявление, что возможно мы будем смягчать, точнее переходить с мягкой политики на ужесточение там процентных ставок, мы знаем, они находятся около нуля, плюс, но потом пошло опровержение, то есть не опровержение, а другое мнение, как бы они, наверное, напугались, или не знаю, какая причина, то есть иена обвалилась, потом обратно она скачила, то есть у них риторика менялась там, в течение дня-двух, непонятно, то есть о чем это говорит, что Банк Японии не знает, что на самом деле происходит, как говорят аналитики, потому что заявлять одно, через там день-два другое, заявлять обратное, но я таки все-таки считаю, что иена в такой среднесрочной перспективе, она будет укрепляться, возможно все-таки как-то ЦБ Японии сдвинется с мертвого места, как-то ставки будут, возможно не то, что повышать, риторика будет идти в другую сторону, так как инфляция, возможно она будет снижаться, но где-то какие-то проблемы, возможно или нащупаются по инфляции, или в каком-то другом направлении, то есть доллар-иена, где-то в районе, если она снова ткатит, где-то плюс-минус 147, я бы там дальше искал точки входа на шорт, на обновление вот этих минимумов, в районе 142 пункта и ниже, то есть глобально я вижу снижение по данной паре, с текущих я бы пока не шортил, потому что здесь волатильность такая, могут еще раз тестировать вот этот нисходящий тренд, который образовался за последние полтора месяца, поэтому по доллар-иене пока еще жду снижение сильное, я его еще анонсировал, в принципе, когда мы торговались где-то осенью, да, вот всю осень я практически советовал шортить доллар-иену с расчетом на то, что мы не будем обновлять 152, мы прям вплотную подобрались, так что-то напоминает мне S&P 500, и все-таки мы пошли немножко на разворот, и в такой более долгосрочной перспективе, я жду где-то в район 130 плюс-минус вот сюда, поэтому кто там среднесрочно умеет торговать, держать сделки, то есть целимся сюда. Дальше по, а вот по другим валютным парам, у меня мнение чуть-чуть другое, индекс доллара я рассчитываю на возможное укрепление, там, в ближайшие несколько дней, еще хотелось бы обновить вот эти максимумы локальные, 104, там с копейками, где-то в район там 104.50, возможно 105, хотя вот если инфляция сегодня как-то подпортит картинку, то можем и поломать все восходящее движение, которое я ожидаю, плюс сегодня как раз смотрел утром, что вот это движение, которое у нас идет наверх, оно мне напомнило июль текущего года, вот тоже была коррекция такая, и она, я тоже ее покупал, покупал, и в последний момент я перевернулся, и смог заработать на этом, на текущий момент я не переворачиваюсь, но такой момент тоже существует, поэтому пока я, мои рекомендации на покупку по индексу доллара, но риски нужно соблюдать, вот за эти минимумы ставить, которые были локальные, по другим инструментам, а тот же фунт доллар, если смотреть, то у меня ключевой уровень 1.26, вот все, что ниже, я бы ниже данного уровня шортил бы с целью 1.25-1.24, то есть мне кажется, что фунт еще, возможно, не закончил свое падение, конечно, если мы пробьем 1.26, то картинка будет вся ломаться, и мы уйдем к тем уровням, которые ты назвал, там 1.27 и выше, то есть такой сценарий тоже существует, это нужно понимать, обязательно соблюдать риски, по другим там мажорным парам, там австрийский, франк, канадец, аналогичная картина, хотя немножко поджимают ее, ну и в двух словах по нефти, аналогично, думаю, что нефть еще покажет падение, у нас идет коррекционное движение, плюс-минус оно где-то в ближайшее время, возможно, закончится, там где-то еще 77, возможно, плюс-минус покажем, пока я нефть не трогаю, но тоже там присматриваюсь к шортам, ну и плюс, если по фондовому рынку смотреть, S&P 500, то тот же индекс страха, ну, у него была экспирация, он тоже находится на таких исторических минимумах, поэтому здесь тоже бы где-то хотелось получить какое-то снижение, даже вот я начал с S&P 500, вот он вчера показал там локальные максимумы, а если учитывать там большую семерку, вот эти компании Amazon, Facebook, там и другие, то они вчера как раз показали снижение где-то там в районе там 1-2%, S&P вырос, то есть как-то так странно это все, вот пока у меня вот такое мнение по рынку. Виталий, спасибо большое за рекомендации, ну, честно говоря, в отношении фондового рынка, я пока тоже локальный оптимист, я допускаю, что мы можем легко увидеть и новый исторический максимум, потому что сейчас прям рынок очень уверен, что корпоративному сектору станет легче, когда ФРС все-таки скажет, что ставки больше расти не будут. И на этом фоне, ну, раз уж на ожиданиях фондовый рынок так активно вырос, то, наверное, какая-то волна интенсивных покупок еще может последовать. Может быть, этот тренд уже не превратят в нечто большее, но какой-то вот задел наверх, как по золоту, например, некоторое время было назад, по фонде мы еще можем увидеть с обновлением исторических максимумов и потом уже резкий разворот. И, может быть, это произойдет уже в ближайшие торговые сессии. Поэтому, учитывая, где сейчас рынки находятся, на таких экстремальных значениях многие активы, не забывайте, друзья, что, как правило, в таких условиях, когда еще и на рынок приходят серьезные новости, следует мощное движение, которым нужно быть готовым. Просто к факту движения нужно приготовиться к контролям рисков, соблюдением риск-менеджмента и не превышением, как бы, незлопотреблением сплеч. Виталий, спасибо тебе большое, что подключился, обсудил со мной рынки. Ну что, тебе тоже тогда успешной торговой недели, учитывая содержание экономического календаря. Ну и подведем итоги уже во вторник. Пока. Пока, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok